Для взрывоопасных объектов надежность по СО берем 0.99 или 0.999, как для специальных зданий. Кто определяет надежность, заказчик или подойдет любой вариант надежности в пределах от 0.99 до трех девяток. Александр, спасибо за вопрос. Давайте начнем сначала. Как мы определяем надежность? В первую очередь надежность может определить сам заказчик. Как говорится, кто платит, тот и заказывает. Если объект у вас второй категории, заказчик хочет перестраховаться, говорит, а я хочу его по первой. Соответственно, тогда мы принимаем значения по первой. Что касается двух девяток и трех девяток, в СО-153, как и в РД-34, вторая категория идет у нас 0.95. Значит, 0.99, 0.999 – это указано в таблице, в которой приведены формулы для расчета простейших систем для той или иной надежности. То есть, условно говоря, если мы берем вторую категорию, она у нас идет 0.95, то в соответствии с СО у нас по факту получается 0.99, то есть две девятки. Если идет, допустим, категория первая, то у нас идет требование по надежности 0.995, ну в соответствии с СО у нас имеется возможность сделать на три девятки только. Поэтому в программе мы можем выполнять расчет как угодно, то есть там расчет идет при помощи статистического метода, о нем уже были у нас публиковались материалы. Значит, что касается расчетов, то вот, собственно, выбирается вторая категория, если у вас вторая категория, то, соответственно, 0.99 вы можете считать, по первой три девятки. Но в любом случае заказчик, как инициатор, скажем так, и тот, кто платит за строительство или проектирование того или иного объекта, может самостоятельно установить ту или иную надежность. То есть он может ее завысить, ну, занижать ее уже, наверное, таких случаев я не встречал, но то, что завысить могут, это вполне нормально. Так, дальше, следующий вопрос. Сетку или кровлю металлическую тоже можно рассчитывать? Григорий Чащин спрашивает. Да, Григорий, можно рассчитывать. Вы просто, если у вас, допустим, металлическая кровля, которую вы используете в качестве естественного молниеприемника, просто как мы на молниеприемниках в программе ставили галочку «Молниеприемник», точно так же вы можете на кровле, которую вы обозначите прямоугольником или цилиндром, в зависимости от того, какой она у вас формы, вы просто присваиваете значение молниеприемника, и при расчетах программа будет учитывать данный участок системы как молниеприемник. Ну, сетку точно так же горизонтальными линиями можно обрисовать, то есть как она у вас расположена, и получить. Ну, сетка, как правило, больше 30% защиты не дает, поэтому в основном она хороша для защиты электромагнитной. Поэтому в качестве молниеприемника ее можно использовать только на таких объектах, которые выполнены из негорючек, железобетонных и так далее. Ну, и то, если уже требуется это. Так, Александр Харламенков. Ага, вот, вопрос еще. Существует ли нормативный документ с методикой расчета заземляющего устройства, который представлен в презентации? Ну, это не в нормативных документах. Методики расчета зачастую указаны в наших справочниках. То есть есть справочники по заземлению, там при необходимости можете прислать нам, допустим, запрос на почту. Я вам отправлю эти справочники, они у нас есть. Это справочник долина по расчету заземляющих устройств по электробезопасности. То есть там методика расписана от А до Я. То есть мы используем уже готовые формулы. Поэтому, ну, это методики справочников. Их очень много, они есть разные, ну, мы конкретно вот эту используем. Так, Юрий Потапов. ПАПТЭ, величина сопротивления заземляющего устройства 30 Ом. Откуда взялась величина сопротивления ЗУ 2 Ома? Ага. Юрий, смотрите, ну, мы делали пример расчета. Значит, иногда на, вот это уже из опыта говорю, на производственных зданиях требуется сопротивление ниже, в том числе, 30-40 Ом для работы к того или иного оборудования. То есть зачастую используется защитное заземление, в том числе в качестве, как и рабочее заземление. То есть, по сути, у нас выполняется либо уравнивание потенциалов для заземляющих устройств, что, ну, в рамках электробезопасности является обязательным мероприятием. Либо некоторые производства используют общее заземляющее устройство. И поэтому мы приняли, ну, 2 Ома. То есть это значение в целом 30 Ом – это сопротивление повторного заземления. То есть, причем для воздушных линий только. Если, допустим, питание производится напрямую от ТП, оно в целом не нормируется. То есть, нормируется сопротивление для подстанций. Так, дальше. Принимают ли расчеты, выполненные при помощи калькулятора, экспертами главгосэкспертизы? Ну, опыт положительный у нас уже есть. То есть, проходили проекты, некоторые уже есть даже реализованы, которые, ну, по сути, выполнялись при помощи данного программного обеспечения. То есть, документация на сертификат, на оборудование – это у нас информация вся имеется. То есть, что это действительно то, значит, программное обеспечение, которое указано в нормативном документе в СО-153 пункте 3.3.1. То есть, при необходимости, конечно, мы эту информацию вам можем предоставить. Так, дальше. При двухслойном грунте расчет заземления делаете? Да, есть методика расчетов для двухслойных грунтов, без проблем, это мы можем делать. Если есть у вас запросы, присылайте, мы подготовим расчеты. Мы предоставляем, собственно, исходные формулы, по которым считаем, ну, и прилагаем сам расчет, оборудование, спецификацию. Так, здравствуйте, где можно посмотреть запись? Так, это уже Анатолий, наверное, ответит. Запись вебинара будет у нас. Так, по адресу calculations.com не нашел сервис расчета. А это, собственно, он и есть. Давайте я вам покажу сейчас еще раз. Так, значит, мы переходим в расчет молниезащиты, то есть calculations.com. И, собственно, чтобы приступить к расчетам, у нас вот появляется здесь зеленая такая полоска, где у нас есть список чертежей, если они у вас уже есть. Список расчетов тоже самое. И редактор чертежей. То есть в редакторе чертежей вы как раз-таки попадаете в это окно, где вы можете описать саму систему, которую вы будете рассчитывать. Коллеги, Денис, я извиняюсь, не мешаюсь. Возможно, речь идет о том, что перед тем, как вы увидите сервис расчетов, нужно зарегистрироваться в нем. И у вас, когда вы заходите не зарегистрированным на сайт, у вас будут кнопочки зарегистрироваться. Вы нажимаете зарегистрироваться, исполняете нужные поля, и тогда у вас откроется уже сам сервис расчета. Да, то, что изначально я говорил, спасибо, Анатолий, то, что нужно быть зарегистрированным на сайте ЗАНС и авторизованным. И после того, как вы перейдете на сервис расчета, вам нужно так же авторизоваться, потому как и на сайте. То есть вполне возможно, нужно будет два раза эту процедуру сделать уже непосредственно в сервисе. И тогда у вас будут доступны все эти инструменты, то есть они бесплатные, просто регистрируйтесь. И уже под вашей учетной записью у вас будет и список чертежей, которые вы сохраните, список расчетов, которые вы делали, и в любое время вы можете к ним вернуться. Так, давайте дальше. Еще вижу, есть вопросы. Добрый день. А какова вероятность удара молнии в молниеприемник именно за счет его заряда с заряженным воздухом? Даже в шпиле Станкинской башни молния бьет очень редко. Разряды уходят и на боковые поверхности. Но это как раз и есть вероятность прорыва молнии. То есть молния не бьет конкретно в макушку молниеприемника, она может бить куда угодно. То есть это и есть вероятность, которая... Это вот со Станкинской башни, это как раз тот пример, который может сказать, что стопроцентной защиты, ну, наверное, нету. Потому что действительно молния раз в 100 лет может ударить на 200 метров ниже. Поэтому расчеты выполняются, то есть рекомендуется выполнять объекты не более высокими мачтами, которые будут больше стягивать на себя молнию, а большим количеством, но более низких молниеприемников. То есть если, допустим, ну, мы сегодня рассмотрели пример четырехметровой мачты, да, то есть можно было взять там в два раза больше двухметровых мачт и расположить их по, значит, по периметру, то у нас вполне возможно надежность была бы еще лучше и вероятность прорывов меньше. Ну, просто приняли мы такую, чтобы эфирное время не заполнять на механический вот координат. То есть при возможности использовать более низкие мачты, лучше использовать более низкие мачты. То есть они меньше будут притягивать молнию, и тогда вероятность того, что молния там попадет в объект, она будет, ну, значительно меньше. Так, дальше. По величине сопротивления в РД фигурирует величина 10-20 Ом. Это значение импульсного сопротивления. Как я понимаю, импульсное сопротивление заземлителя и просто сопротивление – разные вещи. В презентации же и расчет обычного сопротивления по ПУ, и в этом случае все согласуется. А по РД не совсем. Да, это в РД импульсное сопротивление, это немножко другая величина. Вот, то есть мы при расчетах объектов, при расчете заземляющего устройства, мы должны учитывать максимум три фактора. Первый – это, ну, из технических имею в виду, первый – это требования по сопротивлению заземляющего устройства. То есть сопротивление заземляющего устройства, оно нормируется либо по ПУе, ну, либо заказчикам там, который может, ну, по тем иным соображениям в техническом задании указать там свое какое-то значение. Второе – это конструктивные требования. Вот конструктивные требования – это уже касается молниезащиты. То есть это уже у нас по РД, по СО, ну, за исключением подстанции, там, где в ПУе тоже есть определенные требования конструкции. Но в целом, как бы, у нас для молниезащиты это идет, значит, конструктивные требования, для заземляющего устройства это требования по сопротивлению. И как у нас вот для таких объектов больших, где в обязательном порядке должно быть выравнивание потенциалов именно по замкнутому контуру, то есть мы можем вот совместить и сделать общий контур сразу для нескольких задач. Ну, для достижения и выполнения нескольких задач одновременно. Так, дальше. У каких дилеров есть запас продукции по этим продуктам? Ну, если вы имеете в виду по оборудованию, то, ну, можете присылать запросы нам, у нас есть. Значит, выполняется ли чертеж зоны защиты молнииотводов? Спасибо. Значит, Сурен вопрос задал, ах, не успел фамилию прочитать, извиняюсь, уже вопрос подтвердился. Сурен, смотрите, значит, зоны защиты – это один из способов достижения надежности молниезащиты. Молниезащиты, объекты, они классифицируются, ну, разбиты на несколько категорий. Каждая категория должна соответствовать определенной, ну, к каждой категории имеется требование определенной надежности молниезащиты. То есть, там, ну, к первой три девятки, к второй две девятки, там, к первой, к третьей одна девятка. То есть, зоны защиты – это лишь один из способов получить это, ну, собственно, эту надежность. То есть, вы рисуете графическим способом, определяете зону защиты. То есть, у вас объект попадает, значит, эта надежность, ну, как бы достигается. Вот. Но в общем случае, в нормативных документах, в частности, в СО-153 прописано, что расчет выполняется при помощи программного обеспечения. Просто вопрос заключается в том, что на момент выхода СО этого программного обеспечения не было в открытом доступе. И, собственно, все привыкли к зонам защиты. А когда программное обеспечение появилось, то, ну, начинаются вопросы. Программное обеспечение – это универсальный инструмент для расчета надежности молниезащиты. А зоны защиты – это лишь один из способов, причем для частных случаев. То есть, есть конкретный перечень систем, который допускается рассчитывать при помощи зон защиты. Ого, большой вопрос от Игоря Короткова. Добрый день. На производстве и в технических помещениях частенько бывает, нужно для уравнения потенциалов и заземления прокладывать по внутренней части стены контур на высоте 0406 от пола. По современным нормам, снаружи здания контур мы не делаем из-за оцинковки. А внутри здания до сих пор разрешено применять черновую сталь. Но если выбирать не ее, а оцинковку, то если мы пытаемся заземлить какое-либо оборудование или конструкцию медным проводом, то в этом месте возможна контактная коррозия. Нужно прокладывать луженые шайбы. Многие монтажники этим пренебрегают. Хотелось бы услышать у Дениса, как по его опыту лучше делать такой внутренний контур. Смотрите, по материалам. Черная сталь, она по сути не запрещена на самом деле. У нас есть ГОСТ. У нас есть дополнение технических циркуляров 2006 года к ПУЭ, к перечню материалов, применимых для систем заземления. И у нас есть ГОСТ Р-5571-554 2013 года. В 2015 он начал действовать. В котором черной стали уже в списке не было. Но там есть такая фраза, как материал заземлителей должен выбираться в соответствии с коррозионной стойкостью материала и сроком службы объекта. То есть, если, допустим, коррозионная, ну, если, допустим, к примеру, оцинковка в земле где-то 10 лет будет находиться, и срок действия объекта тоже 10 лет, то, пожалуйста, вы делаете заземление, через 10 лет вы про все забываете. Ну, то есть, если нет, то тогда вам придется делать заново контур заземления. Для внутреннего использования, в принципе, на воздухе черная сталь, там, ну, при определенном обслуживании она может и долго быть, то есть без проблем ее можно использовать. Что касается коррозии, то да, можно либо наконечники использовать, либо можно использовать те же зажимы с биметаллическими пластинами из нержавеющей стали, чтобы не было коррозии между металлами. То есть, болтовые соединения, они допускаются по тому же ГОСТу, вышеупомянутому мной. То есть, там есть, как везде, правила по переходному сопротивлению. То есть, это на момент сдачи объекта это 0,05 Ом и 0,1 Ом в процессе эксплуатации по ПТЭПу. Вот, поэтому можно использовать разные металлы, то есть, это не запрещено, а чтобы не было коррозии, действительно, просто легче использовать зажимы с теми же биметаллическими пластинами. Так, коллеги, предлагаю еще на два вопроса ответить, но мы уже, смотрю, регламент немножко превышаем. Так, добрый день, вопрос, можно ли соединить сетку молниезащиты на крыше и заземляющее устройство фундаментной плиты с стержнями, ну, арматурой, я так понял, в колоннах здания? Так, это Алексей Румянцев задает вопрос. На крыше и заземляющее устройство, ну, вообще, да, естественные заземлители, их, как бы, использовать по тем же нормативам рекомендуется в первую очередь. То есть, если у вас имеются там какие-то сваи, железобетонные какие-то конструкции, они в системе заземления и молниезащиты должны использоваться, значит, в первую очередь. Ну, при этом, конечно же, должно, ну, соблюдаться, как бы, монолит, то есть, это должна быть связанная система, то есть, ну, должна быть обеспечена металлосвязь между всеми там сваями, либо колоннами, там, и так далее. Так, дальше. Светлана Тюфяк. Обязательно ли защищать продувочные газопроводы котельной, мол, не приемником, или достаточно заземлить? Ну, смотрите, если есть выбросы горючих газов, то есть, там есть несколько случаев, они в том же RD34 расписаны, то есть, защищать мол, не приемниками надо. Если там не горючие материалы, ну, при определенных условиях, то, ну, выбросы происходят, либо там, допустим, с поджигом труба, то тогда можно только заземлять и не защищать мачтами. То есть, там есть разные ситуации, их нужно, ну, внимательно рассматривать каждую отдельно. То есть, там есть разные зоны защиты, есть разные условия, когда нужна молния защита, когда можно просто заземлить и не, ну, мачты не ставить. Если у вас возникнут вопросы в дальнейшем, да, которые вы не задали на вебинаре, то можете их отправлять на нашу почту, она сейчас на экране, info.zans.com, также дублирую ее в чат. И, соответственно, мы их тоже разбираем и добавим в этот список и подготовим на них ответы. На этом будем завершать. Огромное спасибо за участие, за то, что были так активны. Всем спасибо и до свидания. Всем спасибо, коллеги, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok